Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жекаев и сегодня в нашем выпуске. Как прошло испытание, методическая мастерская. Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди учителей родного языка продолжается. Осень – сезон вирусных инфекций. Пора принимать меры. В Карачаево-Черкесии активно идет вакцинация от сезонного гриппа и ОРВИ. Дипломированные гиды-переводчики теперь есть в Карачаево-Черкесии. Аттестацию прошли 24 человека и получили заветный документ. Дары осени для бойцов. Под таким названием дошкольное учреждение Карачаевска организовало гуманитарную помощь военнослужащим СО. В Карачаево-Черкесии продолжается Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди учителей родного языка и родной литературы. По традиции первым этапом является методическая мастерская. На этот раз перед членами жюри выступала и представительница нашей республики Ида Дахчукова. О презентации методических проектов в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Педагог Карапакской средней школы Ида Дахчукова рассказывает членам жюри о своих методических приемах, которые используют во время уроков. По словам участницы заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства от Карачаево-Черкесии, только искренняя любовь к своей малой родине, к родному языку, к культурному наследию народа могут помочь в обучении школьников. Дети должны чувствовать, что преподаватель хорошо разбирается в том, о чем говорит. Чукотский автономный округ очень многонациональный. Там национальности все, все и России, наверное, проживают. Именно народа и коренной национальности нас очень мало. Например, в Чукотском автономном округе Эвенов проживает 1200 человек. Из них где-то четвертая часть знают, а носителей языка очень мало. Если первый день конкурса был для 72 участников ознакомительным, то во второй уже самим педагогам предстояло показать экспертам свои передовые навыки и методическое мастерство. Разумеется, далеко не каждому конкурсанту рассказ на русском языке дается так же легко, как на родном. Впрочем, жюри оценивало не только умение учителей держаться уверенно, но и их демонстрационные ролики, наглядные пособия и многое другое. Мы уже неоднократно говорили о том, что родные языки, к сожалению, особенно для малочисленных народов, находятся в стадии сокращения, в стадии умирания, я бы сказала. Поэтому сохранить и развить родной язык – это наша задача. И вот этот конкурс, он как один из инструментов поддержания интереса к родному языку и мотивации учителей дальше работать, сохранять и развивать родной язык. Для каждого учителя, который вышел в заключительный этап профессионального конкурса, 19-я гимназия Черкеска стала площадкой, где можно показать не только знание предмета, но также творческие способности и нестандартный подход к подаче темы. Далее педагогам предстояло преподать мастер-класс ученикам. Артур Мухцелий Бастанов, 200, Карачаево-Черкесия. В рамках Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023» прошло еще одно испытание. Урок на этом этапе педагоги демонстрировали свой профессионализм в плане разъяснения школьникам учебного материала с помощью наглядных средств. Основная задача доступна – объяснить детям особенности родного языка и раскрыть его богатый мир. В ходе испытаний жюри оценивали мастерство и доступность понимания урока школьной аудитории. Сами учителя отмечают, что такие застязания позволяют нам получать бесценный опыт и высокую оценку от наших коллег. Это взрыв эмоций, который захлестывает нас. Все учителя, которые присутствуют здесь, чувствуют единение друг друга. Мы поддерживаем друг друга. Это, наверное, самое замечательное, что здесь есть. Уже прошла я два этапа. Первый этап был педагогическая мастерская, где я представляла свой опыт работы по своей программе «Родной язык. Живоносный источник добра и любви». И сегодня я показывала урок, опять же, по этой программе с ребятами-пятиклассниками, которые все до одного откликнулись на работу на уроке, были очень открытыми, интересными. В конце урока написали свою творческую работу. Мне безумно нравится. Все очень интересно. С начала сентября в Карачаево-Черкесии идет вакцинация. По информации Роспотребнадзора, в республике отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для предупреждения и профилактики этих заболеваний медики рекомендуют привиться, как это сделали сегодня сотрудники Роспотребнадзора. Подробности у Али Баташева. Главный санитарный врач республики Сергей Бескокотов каждый год делает прививку от гриппа на работе. На сегодня это самый эффективный способ профилактики от тяжелых форм заболевания и осложнений гриппа, считает глава ведомства. Я бы хотел сказать, что я не по роду своей деятельности делаю вакцинацию. Я просто думаю о здоровье, о своем, в первую очередь, и о здоровье своих близких. Потому что грипп это такая инфекция, которая широкое распространение имеет как в мире, так и у нас в Российской Федерации, так и в Карачаево-Черкесии. Поэтому, чтобы сохранить свое здоровье и своих близких, нужно ежегодно прививаться. Как вы переносите? Так как обычный, я не знаю, никакого в принципе. Может быть вечером небольшое такое состояние, некомфортное, я бы сказал. Температура практически не поднимается никогда. В настоящее время в республике зарегистрировано 584 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппа. В сравнении с предыдущей неделей прирост составил порядка 12%. Иммунитет должен быть подготовлен к встрече с возбудителями гриппа, от которых ежегодно гибнут люди, говорят в Роспотребнадзоре. Вакцинация от гриппа в республике началась в сентябре. В нашей республике получены первые транши вакцин против гриппа. Получено где-то около более 70 тысяч доз взрослых вакцин, сови-грипп и ультрикс-квадри, и почти 27 тысяч детских вакцин ультрикс-квадри. Вакцины этого года, как всегда, модернизированы, они актуализированы под циркулирующие ныне вирусы гриппа. Укол вакцины делается бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. На сегодняшний день 34 326 жителей республики прошли вакцинацию. Для создания иммунной прослойки требуется привить 252 800 человек, что составляет 61% населения Крачаева-Черкесии. Иммунная прослойка позволяет, даже не дает возбудителям заболевания распространяться среди населения. И это дает, во-первых, стопроцентную защиту вакцины не дают, но они снижают интенсивность заболевания. Люди болеют в меньшей степени. И кроме того, они не дают вирусу распространяться прививки, не дают возможность передаваться от человека к человеку. То есть замедляют этот процесс, и в результате люди болеют меньше, люди болеют более в легкой форме. И кроме того, мы не перегружаем во время пика эпидсезона, мы не перегружаем нашу лечебную сеть большим количеством тяжелых случаев заболевания. Эффект от вакцинации сохраняется на протяжении года. Иммунитет вырабатывается от 10 дней до месяца, говорят врачи. При обращении в поликлинику гражданин должен иметь документ, удостоверяющий личность и полис медицинского страхования. Али Баташев, Мураджан Кезов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем в горах местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура ночью 6-11, а в горах до плюс 6, а днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 18. В южных районах высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесии без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 25-27 градусов тепла. В Карачаево-Черкесии впервые состоялось вручение аттестатов и нагрудных карточек экскурсоводам и гидам-приводчикам нашей республики. Аттестацию прошли 24 человека, работающие на территории нашей республики. Им удалось подтвердить профессионализм экскурсовода, а также предоставить возможность новым лицам, которые только-только начинают свой путь в качестве экскурсовода и гида-переводчика, отметил министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. Для оказания услуги на межрегиональных туристических маршрутах также проводится работа с соседними субъектами. Сегодня мы получили тот результат, при котором наши заявители, они аттестованы. А это значит, что мы понимаем на уровне регионной органов исполнительной власти в сфере туризма, что наши туристы будут получать качественную информацию, точную информацию. Это напрямую зависит на развитие туризма, на правильное развитие туризма. И напрямую зависит от наших гидов-экскурсоводов, какие впечатления получат наши туристы, которые пребывают для отдыха на территории нашего региона. Хочу поблагодарить за предоставленную возможность нашему министру, отдельно Альбеку Хубееву, который пригласил меня на этот проект, на аттестацию. И аттестация, честно говоря, переживал, конечно же, потому что для меня это новое направление. И хотелось проверить свои силы, свои возможности. Ну и, конечно же, улучшить качество сервис предоставляемых услуг в сфере туризма у нас в республике. Детский сад «Солнышко» города Карачаевска принял участие в акции, организованной региональным отделением Союза женщин России «Сердце матери». Дары осени для бойцов. Под таким названием дошкольно-образовательное учреждение организовало гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об акции подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Именно на этом небольшом участке в течение лета воспитанники и сотрудники детского сада «Солнышко» Карачаевска выращивали овощи и фрукты. Богатый урожай, полученный с маленького огорода, они решили передать бойцам, находящимся в зоне СВО. Отправку поддержали представители регионального отделения общественной организации «Союз женщин России», которые оказали помощь в перевозке гуманитарного груза. Хотим поблагодарить весь коллектив детского сада «Солнышко» города Карачаевск за то, что они так активно принимают участие в этой акции. Уже на протяжении двух лет «Союз женщин России» ведет эту акцию, которая называется «Сердце матери». И собираем гуманитарную помощь для наших ребят, которые в зоне СВО. Наши воспитанники принимают активное участие во многих акциях. Также мы создали специальный уголок для наших героев, погибших в зоне спецоперации. Мы надеемся, что наши ребята обрадуются тем вещам, которые мы им отправили, отмечают сотрудники детского сада «Солнышко». Летом наши детки посадили картошку, капусту. И вот осенью мы собрали этот урожай и решили вот эту акцию провести и передать нашим бойцам, которые служат в СВО. Мы надеемся, что у них все там сложится и надеемся, что они вернутся живыми и здоровыми к своим матерям, женам, сестрам. Мы и в дальнейшем будем принимать активное участие в подобных акциях. И приятно отметить, что сами дети охотно отзываются, говорят воспитатели дошкольного учреждения. Дорогие наши защитники, вы лучшие из лучших. Возвращайтесь старее домой, мы вас ждем. Алихан Ипшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Гидроэнергетики Карачаева-Черкесии подарили игровое оборудование дошкольному учреждению в ауле «Кумыш». На игровой площадке детсада «Березка» появились две новые детские парки «Горки» и «Карусель». Они были установлены в рамках реализации благотворительной программы «Росгидро». В детском саду, находящемся по соседству Зеленчуковской ГСГС, работают две группы с малышами, и им не хватало оборудованных зон для активного временипрепровождения на улице. В этом году энергетики исправили сложившуюся ситуацию, и теперь новое игровое оборудование будет радовать детей во время прогулок, привлекать к здоровому образу жизни. Заведующая Аида Барлакова от лица «Березки» поблагодарила коллектив и личный состав филиала Петра Кравченко за оказанную помощь. Напомним, энергетики карачаево-черкесского филиала «Пауэрус Гидро» на постоянной основе оказывают благотворительную помощь учреждениям, занимающимся воспитанием и обучением детей, в том числе и с особенностями здоровья. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаская». Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!